Глава Татарстанской митрополии, частый гость специализированных лечебных центров и клиник для взрослых и детей. Казанская епархия налаживает тесное взаимодействие с медицинскими учреждениями республики с целью оказания духовной помощи как больным людям, так и лечащим специалистам. Вот и в рождественские дни митрополит Казанский и татарстанский Кирилл посетил Центр детской онкологии, гематологии и хирургии Детско-республиканской клинической больницы, расположенной в Казани. Владыка поздравил с Рождеством маленьких пациентов и медперсонал. Главу митрополии приветствовали главный врач Центра Айрат Зиаддинов и его соработники. Для Владыки провели экскурсию, рассказали о деятельности медучреждения. Здесь все делается для того, чтобы лечение было не только эффективным, но и комфортным. Даже попадая в помещение для проведения обследования, ребенок может не пугаться, а вообразить себя, например, космонавтом. Узнав о современных методах диагностики и лечения детей, Владыка пообщался с ребятами и их родителями, поздравил с Рождеством и вручил подарки. Мы все-таки любимцы, у нас дают каждое испытание, которое для того, чтобы мы стали крепче, верим. Ну и чтобы у нас, наоборот, прогрелось даже больше любви. Потому что те, кто больше в этом нуждаются, им больше нужно этой любви. Детишки, дорогие. Мы бы очень хотели, чтобы мы скорее выздоровели. На лыжах потом покатался, на коньках учиться хорошо. Небо и земляны не торжествуют. Ангелы людям, ангелы людям весело спроздают. Вниманию собравшихся был представлен концерт, подготовленный воспитанниками казанской семинарии. Хор исполнил рождественские калятки. Во встрече приняли участие сестры Милосердия, Свято-Никольского сестричества и добровольцы, которые регулярно дежурят в центре. Каждого Господь ведет своим путем, каждого. И нужно просто принимать Бога, принимать жизнь, какой она есть. Как говорит Священное Писание, как небо отстоит от земли, так пути мои, говорит Господь, отстоят от путей ваших человеческих. Вам всем докторам, всем нянечкам, всем помощникам низкий поклон и благодарность вам за такой великий труд, который вы делаете для того, чтобы мы жили, трудились. И вам не болеть дети хорошо и не расстраивать старших. Договорились? Договорились или как? Договорились. Родители и медики передали духовенству записки с просьбами об исцелении больных. Поминовение детей будет совершено в Бакародицком монастыре на месте явления чудотворной Казанской иконы. Далее митрополит Кирилл посетил помещение будущей молитвенной комнаты при клинике. Казанской епархии окажется действием в предстоящих иконописных работах. Для нас это, конечно, тоже место особого наслужения и больших надежд на то, что Господь Бог, видя наше стремление, даст и здоровье людям, поможет им, ну и даст какое-то направление жизни, чтобы они расставятся чистыми, правильными, порядочными. Главный врач детско-республиканской больницы Эрадзиадинов поблагодарил митрополита Кирилла за помощь в оборудовании молитвенной комнаты и за заботу о пациентах. Хочется сказать огромное спасибо от наших родителей, от наших детей, что в ближайшее время откроется молильная комната. В ближайшее, так скажем, недавно открылась молильная комната для мусульман. И каждый ребенок, каждый родитель смогут прийти, помолиться. Мы работаем в тандеме и верим, что если человек верит в Бога, то все получится. И он и выздоровеет, и все оперативные вмешательства пройдут успешно. И в тандеме вместе с традиционной медициной человек обретет здоровье. Духовная поддержка, она нужна не только детям и родителям, она нужна прежде всего медицинскому персоналу, который работает здесь 24 часа в сутки. И врачи, и медсестры, и санитарщики тоже подвержены эмоциональному выгоранию. И они не могут покинуть свой пост, свое рабочее место. И молильная комната, это будет их отдушина, где они могут обратиться к Богу. И не только что-то попросить, но прежде всего поблагодарить Всевышнего за выздоровление. Это очень важно.